С коррупцией бороться, лечебницы защищать, а еще непременно разобраться, почему Ставрополь Энергосбыт подозрительно затягивает расчеты с МРСК Северного Кавказа. Об этих и других задачах, что сегодня ранним утром поставил перед Кабмином губернатор Ставрополья, расскажет Анна Поляруш. На часах 8 утра в зале для совещания номер один ни одного свободного места. Из-за плотного рабочего графика губернатора в столь ранний час здесь проходит заседание правительства, тут же переходящее в еженедельную планерку. Особое внимание вопросам, прозвучавшим в послании президента, молодежной политике и демографии. Заниматься ими на Ставрополье, помимо профильных министерств, поручено еще и местным властям. Проголосовали собравшиеся за законодательную инициативу со стороны сельского хозяйства сделать субсидии виноградарям не фиксированными, а зависящими от числа поступивших заявок. Но тут очень важно, отметил Владимир Владимиров, не допустить коррупции. Главное, чтобы это не суть за суммы, которую люди получили. И я очень прошу, если у нас есть миллионы, то он не должен поделиться на тысячу человек по тысяче рублей. А то тысячи человек с тысячей рублей ничего не сделают, а два по пятьсот тысяч. Также губернатор потребовал поддержать обращение жителей Пятигорска к президенту страны с просьбой помочь сохранить неизменным назначение лечебниц. И вновь в зале звучит слово «коррупция». Как заметил вице-губернатор края Ставрополь, энергосбыт по каким-то причинам копит долги перед МРСК Северного Кавказа. Это при том, что большинство потребителей платит вовремя. Есть впечатление, что суммы в порядке до двух миллиардов рублей, они прокручиваются определенное количество времени, а потом по судебным искам сразу же оплачиваются. Владимир Владимиров потребовал взять вопрос под особый контроль. У нас таких аферистов хватало. Не дай бог, что это произойдет. Такие деньги люди заплатили уже. Усилить Владимиров поручил и кибербезопасность. В минувшие выходные хакеры вновь совершили на Ставрополье взлом. На этот раз их целью стал кисловодский МФЦ. Система выведена из строя на несколько дней. Для чего была проведена атака, пока неизвестно. Звучало на совещании и тема новогодних праздников. В этом году, чтобы сдержать рост цен, в ставропольские магазины в несколько раз были увеличены поставки местных продуктов.